В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Начинается программа «Дневной разворот». Вас приветствует ведущая Дарья Топузлиева. И Владимир Сметалев. Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 марта. Позвольте, я начну все-таки передачу с поздравлений в адрес жителя Нижнего Новгорода сегодня. Я никогда не хотела так быть слесарем из Нижнего Новгорода. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, все о нем сегодня пишут. Александр Земсков, его зовут. В общем, отличился он тем, что выиграл 1 миллиард рублей в новогоднем тираже известной лотереи российской. Это второй случай, насколько я понял, в современной российской истории, когда именно в этой лотерее 1 миллиард выигрывает. Первый случай был в 2020 году. Получит на руки, ну так на руки принято говорить, да, естественно, поменьше этот человек. Коммерсант пишет, что 850 миллионов рублей ему достанется. Не надо 150 налогов заплатить. Да, но 850 миллионов рублей, я думаю, что это та сумма, на которую можно пофантазировать и разгуляться. Забавляет, конечно, то, что это было-то еще 2 месяца назад уже с лишним, да. Ну вот журналисты пишут о том, что якобы Александр вместе с женой не мог поверить своему счастью. Они только недавно съездили в Москву, да, и обратились непосредственно в офисный центр этой лотереи. Ну что, хочется завидовать белой завистью, да, но не получается, плохо получается, да. Почему всем все, а кому-то и абсолютно ничего. Как сказал счастливый победитель, в первую очередь он по кредитам расплатится, а во-вторых, приобретет себе новые автомобили. Ну пусть фантазирует. Хорошая сумма. Хорошая, да. Я думаю, можно парочку автомобилей купить. О суммах намного меньших мы сегодня будем говорить во втором части дневного разворота. Суммы имею в виду 650 тысяч рублей, 350 тысяч рублей. Это, как известно, те суммы, которые разыгрываются в рамках грантового конкурса «Город добрых соседей». Как сообщила городская администрация ранее, на конкурс поступило более 200 заявок. 197, если не ошибаюсь, прошли конкурсный отбор. Победители станут известны 31 марта. Но вот тут еще в чем фишка заключается? В том, что с завтрашнего дня еще и некое голосование стартует. Народное. Народное голосование за наиболее понравившиеся объекты. Где будет организовано это голосование? Что оно даст претендентам на получение этих грантов? Баллы какие-то будут начисляться? В общем, ближе к концу второго часа мы об этом поговорим с представителем городской администрации. Выясним. Потому что событие такое достаточно знаковое. Все это в рамках, напоминаю, подготовки к 650-летию областного центра проводится. Во втором же части поговорим о конкурсе, о грантовом тоже конкурсе под названием «Серебряное созвездие». Это совместный проект депутата Госдумы Рахима Азимова. И общество знания направлен этот проект на поддержку людей старшего возраста. В этом году грантовый конкурс проводится в юбилейный, пятый раз. Особенности, нюансы мы пригласили в студию непосредственных организаторов и поговорим с ними. Ну, а наш первый час будет посвящен тому, что в последние дни, и вчера, и сегодня, я думаю, что и завтра, и послезавтра будет происходить на улицах города. Ты заглядывала, да, какой прогноз погоды обещают? Да, я вчера, когда писала новости про это, я посмотрела. То есть ощущения уже какие-то не слишком хорошие, да? Завтра наши кировские синоптики, наш кировский гидромедцентр обещают чуть ли не до плюс 6 градусов. И послезавтра тоже в районе плюс 4. Что будет происходить на дорогах? Ну, мы уже прекрасно знаем, что случилось вчера. Я думаю, что, наверное, у многих из нас есть своя история, как кто добирался с утра пешком, либо на автомобиле до работы, или куда-то там в школу ребенка отвозил в детский сад. Но вот я вчера как раз с младшим шел в детский сад, и мы друг за друга держались, пытались крепко не поскользнуться, не упасть. Ну, было достаточно жестко, да. Что удивительно, сегодня все обледенело, но при этом ходить намного легче, чем вчера. Да-да-да, нормально, потому что вот, ну, вчера, не знаю, я вчера не стала вылезать из дома, а позавчера очень сильный еще ветер был, порывы там, по-моему, до 15-16 метров в секунду были, и я в какой-то момент попала вот в какой-то, видимо, поток ветра. В противоток этих потоков, да? Да, и было очень скользко, вот как раз прошел вот этот дождь, и все покрылось вот этой ледяной корочкой, я в какой-то момент просто встала, и меня по льду толкало ветром. Ну, вчера, да, все соцсети были заполнены фотографиями, где море образовалось, ну, это у нас традиционные места, это Московская в районе метра, улица Кольцова, ботанический сад, активно жители города выкладывали фотографии дворовых своих территорий, в общем, пройти и проехать было достаточно сложно, на все это не мог не отреагировать, насколько я понимаю, глава администрации Вячеслав Симаков в своем Телеграм-канале, он упрекнул подрядчиков в некачественной, не в слишком добросовестной работе, буквально процитирую, подрядчикам, которые отвечают за содержание тротуаров, напоминаю, что помимо снижения оплаты за качество работы, вы еще и отвечаете перед законом и перед жителем города. Вот смотри, вот интересно, да, что вот в этой ситуации могли сделать подрядчики? Выпить эту воду или что? Или наоборот нагреть, чтобы она испарилась, да? Ну, действительно, то есть это же фундаментальная проблема городских улиц, да, отсутствие ливневых канализаций. Ну, или вернее их присутствие, но их ненадлежащее, там, забитое состояние, не успело отстаивать или что-то еще. Ты ее расчистил, ну, то есть, условно говоря, вот у ботанического сада же есть все равно какая-то ливневая канализация, мы ее все видим, ее ведь в любом случае постоянно чистят, но это не спасает от подтопления, соответственно, ее там, видимо, недостаточно, то есть какой-то просвет уцкий, нужна новая или еще что-то. Ну, то есть вот конкретно в этой ситуации, что вот 7 бригад, да, вчера ГДМС работали, то есть вот они ездили в... Ну, в экстренном уже, получается, порядке, да, расчищали эти ливневые канализации, но окей, расчистили, но все равно какое-то время на то, чтобы эта вода ушла, ушло, грубо говоря. Поэтому тут вопросы, да, ну, то есть только ли к подрядчикам здесь вопросы. Давайте сейчас будем общаться с Екатериной Безгачевой, заместителем директора управления дорожной и парковой инфраструктуры нашего города. Екатерина, приветствуем вас в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте, да, очень рада узнать из первых уст, что от вас, как от специалиста, что происходит, что происходило, что будет происходить, да, как вы готовитесь к очередному потеплению. Ну, давайте начнем с того, что сегодня подрядчики делают, как вы контролируете их работу. У нас замерзло. Сегодня, соответственно, видимо, пришлось посыпать, в первую очередь, тротуары реагентами. Как сегодня работа складывается? Расскажите, пожалуйста. Все верно, именно так. Вчера у нас было такое потепление хорошее. У нас образовались традиционные лужи в тех самых местах, в которых ежегодно образуются. Вот, сегодня с ночи у нас, с 12 часов ночи пошел активный минус, все это подморозило. Максимально подрядчики, где отвели воду и промели, там подморозило и не образовалось никаких вот этой шуги, никакой наледи. Сегодня активно проводят работы именно, как вы указали уже, по обработке этой проезжей части, и тротуары и проводят их различными способами, то есть где-то используют галит, где у нас скрытые тротуары, где там до брусчатки или у нас до асфальта скрытые. Где-то обрабатывают все-таки песко-соляной смесью, где-то отсевом дробления горных пород. То есть в зависимости от покрытия сейчас тротуара, то есть где-то уплотненный есть, где-то скрыто, обрабатывают по-разному, но акцент именно у подрядчиков сейчас на этом, на обработке. Традиционно у нас центральные улицы, да, в первую очередь входят в список мест, которые нужно обработать? Да, конечно. Начинаем всегда с тех мест, где у нас большой трафик людей, и именно там работает реагент, более интенсивное движение, оно всегда образовывает у нас такую кашу, которую необходимо сметать. То есть на этих участках мы проходим не раз, не два, по нескольку раз за сутки. Вот, если в целом говорить по городу, то вот с ночи подрядчик целый цикл уже прошел по обработке тротуаров. Сейчас они идут уже по второму, где-то местами, как я говорил, уже и по третьему циклу, это в основном центральная часть. Вот. Кстати, были вот тут вот жалобы именно, что не обработаны какие-то улицы, то есть что не видно, что есть обработка. Бывает так, когда обрабатывают галитом, так как он у нас не имеет определенного какого-то цвета, и люди думают, что не обработано. А его незаметно просто, да? Да, да. По факту мы идем и чувствуем, что уверенно можем идти по тротуару. Екатерина, вот вчера упомянула я уже, что 7 бригад ГДМС работали, расчищали ливневые канализации, вот с учетом завтрашнего опять потепления, плюс 6, по-моему, да, обещают. То есть, видимо, опять начнется активное таяние снега. Поможет вот эта расчистка, то, что прочистили ливневые канализации, или все равно подтопление не избежать при таком высоком подъеме температуры? Ну, смотрите, у нас в любом случае, да, подрядчик, во-первых, заблаговременно они выходят, расчищают вот эти все у нас подходы к ливневкам, чтобы у нас вода уходила туда, когда у нас, соответственно, тает все. Вот, и во время, то есть, когда у нас такой переход на потепление идет, у нас образуется вот эта шуга, которая тоже забивает вот эти вот отверстия в решетках, в дождеприемных колодцах, и вот этот мусор иногда попадается. То есть, это в любом случае, они еще во время вот этой потайки тоже приезжают на место и все это прочищают. И таких мест у нас в городе очень много. Я думаю, что нам, как это сказать, чтобы полностью от луж нам не избавиться, что это у нас такая, ну, все-таки стихийное такое мероприятие, что резкое такое потепление. Объем у нас воды большой от этих осадков, то есть снега много, несмотря на то, что мы его вывозили на протяжении всей зимы. Вот, но есть места, где у нас снег до сих пор складируется, и понятно, что он будет таять, и вода будет, будет, вода будет, да. Вот, но стараемся максимально подрядчика направляем, корректируем. Все места эти известны, поэтому совместно с жителями нашего города, которые доносят до нас информацию, в том числе, более еще оперативно бывает иногда, чем наши мастера или кураторы доезжают. Поэтому я думаю, что мы справимся с этим. Ага, Екатерина, смотрите, да, ну, с машинами понятно, ну, есть там определенные опасности, да, для транспортных средств, но, тем не менее, вот были вчера, например, перекрестки, которые, ну, ногами не перейти. Ну, вот, для пешеходов, то есть нет никакой возможности. Здесь в этом плане будет какая-то работа вестись, то есть если вы говорите, что эти места известны, да, где подтопления будут, их невозможно будет избежать. Возможно, я не знаю, ну, вот как в Вересниках там, да, вот эти бросают деревянные какие-то настилы, еще что-то, ну, то есть чтобы как-то пешеходы там могли перемещаться. Да-да-да, об этом тоже вчера обсуждали, у нас с подрядчиками тоже есть чат, в котором мы обсуждаем, как, где лучше сделать. У нас такое есть место одно на улице Ленина, где вот переход у нас через реку Хыновку в районе улицы Блюхера, вот там вот тоже вчера несколько раз мы... Низино, да, так называемые. Да, проезжали, и там, получается, мало того, что проезжая часть у нас подтапливается, но вода уходит, но тротуар, так как он ниже уровня, на нем вода идет, и, то есть людям просто невозможно там пройти. То есть в таких случаях я думаю, что лучше временно там эти поддоны раскладывать, делать эти деревянные настилы и временно, чтобы было такое покрытие. То есть здесь для решения проблемы нужны более такие капитальные, серьезные меры, это как ремонт тротуара этого полностью, да, то есть там подъем уровня, чтобы у нас понятно, что вода будет там, где низко. Вот, поэтому такие меры уже будут в строительный сезон приниматься. Где-то требуется трубу заменить, где-то требуется расширить диаметр, то есть очень много ремонтных работ нам предстоит в текущем году, поэтому постепенно. Кстати, в том году у нас тоже такие, ряд таких мест мы сняли вопрос, это как у ботанического сада, вот не знаю, заметил, кто-то не заметил, но вот вчера у ботанического сада не было такого озера, как оно было в том году. А мы так привыкли. А в этом году, Екатерина, где будут работы вестись на вот этих вот ливневых стоках? Реконструкцию в этом году никакой нет, да? Ну да, то есть там ремонт, это обычный ремонт именно вот этих решеток, увеличение диаметра вот этих водопропускных труб, то есть это уже в тему ливневки мы уходим, как раз-таки она смежна у нас с темой содержания, поэтому сейчас определяется как раз-таки этот перечень мест, то есть что важнее, что мы можем в этом году сделать. Вот, поэтому сейчас на данном этапе это еще определяется, потому что будет дополнительное обследование у нас проведено весной, потому что за период дни мы могли какие-то изменения произойти, и работ предстоит больше сделать, например, чем это было бы, если бы мы делали в том году. Вот, поэтому будет дополнительное обследование, и после этого определим на лето, какие участки мы будем ремонтировать в этом году. Обязательно такие участки будут. Слушайте, я помню, предыдущие годы, так традиционно, городская администрация в марте, ну, примерно, нас информировала о том, что несколько бригад ГДМС выходят заранее на прочистку ливневой канализации. Там специальная машина, бочка, вода под напором, по-моему, даже теплая вода. Да, да, да. В этом году они успели хотя бы что-то сделать вот до этого потопа? Конечно, конечно, успели, да. То есть работы начали предварительно проводить, как вот тоже уже указывали, что как раз это вот потепление. В принципе, не сильно было потепление, но вода хорошо очень так у нас, и лед так подстаял, было много воды, вот. И ГДМС, конечно же, они с этой, с этой установкой ездят и делают. И также другие подрядчики просто даже вручную пытаются и пробить лед, и вообще дойти до этих решеток, потому что где-то они просто во льду всю зиму, допустим, были, были закрыты, и сейчас их скрывают, находят, потому что никуда не делись. А промывают, да, конечно, это без проблем. В ГДМС есть такая установка, они есть работы. Еще вопрос, ну тут, конечно, Вячеславу Николаевичу лучше его задавать. Что, интересно, он имел в виду, написав у себя в канале, к сожалению, на текущий момент должного подхода к уборке со стороны подрядчиков я не вижу. Это он вчера написал. То есть претензии были какие-то? В чем их суть? В оперативности работы, в недостаточности, в чем? Ну, я думаю, что, как бы, мы с ним тоже вчера разговаривали на эту тему, что город нужно держать на контроле, так как действительно это неприятная ситуация, когда у нас нет возможности пройти по тротуару, да, в спокойном таком режиме, в безопасном, не думая, что кого-то обрызгает. Вот, поэтому указано было на это, чтобы, да, была оперативность, чтобы усилить именно количество вот людей, которые вручную это все очищают. То есть понятно, что вода течет, все это забивается, чтобы оперативно это снова очищать. То есть от этого никуда нам не деться, да, что у нас вот эта шуга идет, она забивает это все, это нужно прочищать и прочищать. Понятно, что есть некоторые проблемы с ливневой канализацией, все как бы об этом знают, мы это не скрываем, мы с каждым годом стараемся улучшить наше и количество, и качество этой ливневой канализации. Вот, поэтому Вячеслав Николаевич именно про это имел в виду, что нужно оперативно реагировать, и там, где у нас подтопляется, чтобы не было такого, когда у нас получилось у метра вчера ситуация с утра, но там тоже, когда мы, в принципе, оперативно достаточно отработали, сейчас вопрос решаем с причинами этого подтопления, потому что есть причины в соседних, так сказать, организациях, которые там расположены, поэтому будем совместно уже с нашими. А что там за дополнительные какие-то проблемы, если не секрет, то есть кроме ливневой канализации? Там, ну, просто в ливневой канализации, единственное, что там при строительстве, вот там несколько таких центров, и там при строительстве была завалена канава, которая, соответственно, дренирует вот это все, которая воду держит, можно так сказать, и не затапливает проезжую часть. То есть там труба установлена не того диаметра, которого нужно. Вот сейчас с этим вопросом разбираемся в том числе, чтобы в летний период ее, возможно, переложить и поставить ту трубу того диаметра, который необходим. То есть это возможно, да, исправить? Это не какие-то там фундаментальные? Да, да, да. То есть у нас даже есть по Кирову, в принципе, список таких мест, что вот здесь там требуется перекладка трубы, например, ну, какие-то объекты, да, требуется там ремонт или перекладка коллектора. То есть очень много нюансов, очень много деталей, которые необходимо исследовать, чтобы принять меры такие, чтобы потом это не исправлять в очередной раз, чтобы исправить раз и навсегда. То я правильно, Екатерина, понимаю, что там раньше была какая-то труба, и через эту трубу в некую канаву эта вода уходила с проезжей части, и она там не скапливалась? Да, там, ну, проблемы такой не было. Там проблема в том, что вот именно завалили одну из канав, и там глубокие такие канавы есть, у них такой ивняк еще, ну, и вот такие мелкие мы их ежегодно тоже убираем оттуда. Вот, и одну из канав таких завалили, и, соответственно, в воде бежать некуда, и она, соответственно, идет через верх, через проезжую часть. А ее завалили-то просто так получилось или по каким-то причинам? Ну, я думаю, что это, видимо, при строительстве, вот, там организация определенная, которая расстраивается, все равно город расстраивается, но в сторону как раз-таки Башарова, поэтому при строительстве, видимо, не все учли, видимо, и вот так получилось. Поэтому будем разбираться там и с границ, и не совсем еще вот как раз в весенний период. Спасибо, может, Абатайка только началась. Да, я думаю, тут, знаете, Екатерина, еще о ком не бесполезно вспомнить, о жителях пригорода, сельских территорий, да, где много частных домов, многочисленные поселки, поселения. Там ведь тоже, ну, раз уж у нас поводок, прям на подходе, тоже там создаются ситуации, когда вода тает, и где-то нужно канавы в непосредственной близости от частных домов прочищать. Эта работа уже проводится или в ближайшее время ориентированы будете? Да, это работа планируем в ближайшее время начать. Как раз-таки завтра встречаемся с подрядчиками у нас в Управлении дорожной парковой инфраструктуры. Именно на эту тему, чтобы готовили уже, переоборудовали некоторую технику, чтобы прочищать вот эти канавы существующие. У нас есть такие проблемы, это в Лосево-Слободаве, недавних таких. У нас есть проблемы на выезде, как в сторону аэропорта ехать, это улица Щерста, которая у нас переходит в трассу. Тоже там есть низкое место. Тоже знаем, что топит. То есть такие места знаем, и в первую очередь будем прочищать эти канавы, углубления какие-то делать, чтобы максимально было комфортно, чтобы вот именно частный сектор тоже не страдал от такого, ну, сезонного, можно сказать, мероприятия, как Патайка. Есть у нас еще несколько минут, и давайте еще раз проговорим, на что дорожные службы будут ориентированы в связи с ближайшим очередным потеплением. Все-таки плюс пять, плюс шесть, которые нам обещают завтра. Я не знаю, на самом деле, может, окажется и все гораздо лучше, да? Около ноля. Но все-таки на чем, в первую очередь, будете сосредоточены? Вы, подрядчики, в ближайшие сутки, двое, чтобы и учесть замечания, которые у нас вчера в понедельник возникли, чтобы не такими скользкими у нас тротуары оказались. Да. Что будете предпринимать? Я думаю, что отметить можно положительный момент, да, что у нас светит солнце, и все-таки у нас снег тает, все-таки вот эти объемы снежных масс, которые у нас еще остались после такой снежной зимы, и я думаю, что снегопады у нас еще не закончились, они будут обязательно. Вот, это положительный момент. Из отрицательных, да, вот, с учетом тех, этого опыта, который у нас сейчас вот был при этой Патайке, подрядчикам опять-таки и завтра, и каждый день мы с ними на связи находимся, будем говорить о том, что смотрим за решетками, за дождеприемными, за низкими местами, там, где у нас скапливается снег, там, где у нас закрываются наши вот эти решетки, чтобы их своевременно прочищать, отводить воду, где возможно, в грунт, то есть это просто, да, на обочину выводить, чтобы не допускать вот этих вот образования на треугольниках видимости вот этих масс, чтобы по возможности у нас еще есть некоторый объем на снеговывозку, то есть те места, где у нас понижение, где можно еще вывести снег, чтобы он там не таял и не создавал вот эти огромные объемы луж, чтобы такие места тоже у нас выводились, вот, и, конечно, огромный акцент это на тех местах, это на пешеходных зонах, на тротуарах, на обработке, на именно на посадочных площадках, на подходах к пешеходным переходам, потому что все это водой еще обмывается, еще сильнее обледеневает, и это нужно чаще проводить, эту обработку и смет, ежели у нас мы проводим при снегопаде, то есть снег у нас, он все-таки снег, а здесь все-таки вода и лед, и поэтому очень опасная ситуация создается, и там, где у нас до брусчатки, до асфальта скрыто покрывается корка, и надо вовремя обрабатывать и сметать, и там, соответственно, где у нас в уплотненном покрове именно в снеге находится, то есть там тоже требуется обработка. То есть акцент на это, не допустить опасных ситуаций и обеспечить безопасность как пешеходам нашего города, так и транспорту. Екатерина, позвольте, знаете, о чем я вас еще хочу попросить? Давайте к водителям, к автомобилистам еще обратимся с такой человеческой просьбой. Раз нас не слушают, может, вас послушают. Когда воды на проезжей части много, а когда водитель торопится, а тротуар прилегает очень близко к проезжей части, вы понимаете, о чем я говорю, да? Да. Очень велик риск того, что пешеходы с ног до головы окажутся у нас в этой грязи, в грязной воде. Вчера такое я видел прекрасно. Ну вот летит он в правом ряду, и абсолютно ему пофигу. И все это разлетается, весь тротуар заливается этой грязной водой. Попросите, пожалуйста, водителей быть внимательными. Да, уважаемые водители, пожалуйста, будьте аккуратны. При езде на проезжих частях соблюдайте обязательно режим. У нас работают камеры, фото-видео-фиксации, не забываем об этом. И нужно максимально аккуратно и с огромной толерантностью и любовью к нашим пешеходам, потому что мы все когда-то пешеходами становимся и на транспорте, на общественном ездим. Аккуратнее давайте будем ездить. Мы со стороны УДПИ будем стараться ликвидировать сейчас вот эти аварийные выбоины. Например, вот тут у нас был запрос по старому мосту. Я сама вчера там проезжала и тоже человека чуть не обрызгала, объезжая яму очередную. Поэтому на это понимаю, что с нашей стороны мы тоже должны совершать эти действия, и мы их совершаем. Поэтому давайте будем стараться все вместе на общее дело. Спасибо, Екатерина. Екатерина Безгачева, заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. рассказывала нам о том, как вчера боролись с последствиями потепления. Но все еще впереди. Все еще впереди. Все вместе. И завтра, скорее всего, это все продолжится. Мы уходим сейчас на небольшую рекламу. Через полторы минуты продолжим. Продолжается программа Дневной разворот. Дарита Пузлеева. Владимир Сметанин. Да, мы говорим о ситуации на дорогах областного центра, на тротуарах. Вчера плюс, сегодня минус. Завтра снова нам обещают плюс. Глава администрации Вячеслав Семаков предупреждал, в том числе подрядчиков, о том, что эти температурные качели нужно в этот период держать в ухо востро и стараться не допускать аварийных ситуаций. Но, на самом деле, узнаем только завтра, если будет потепление, что же там конкретно будет у нас на улицах нашего города происходить. Ну, пока, вот смотри, да, учитывая, что ливневая канализация у нас в том состоянии, в каком она есть, и на то, чтобы ее все равно отремонтировать, нужны средства, и средства немалые, возможно, где-то нужно ее там заново прокладывать. Да, Екатерина вот сказала, что в этом году есть, будут какие-то работы запланированы, но, как мне кажется, часть этих проблем можно было бы снять, увеличив объемы снеговывозки, да? То есть, меньше снега, меньше растающего, меньше воды. Константин Сичихин с нами на связи, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Константин, добрый день. Добрый день. Константин, пообщались мы сейчас с Екатериной Безгачевой, заместителем директора управления дорожной и парковой инфраструктуры. Ну, какой можно вывод сделать со слов Екатерины? Подрядчики стараются, работают, изо всех сил, можно даже сказать, но то, что мы видим, это, конечно, нас печалит. Вас тоже печалит? Ну, конечно. Как и всех жителей города Кирова. Почему это происходит? Почему снова ливневка не справляется? Почему море и океаны разлились там, где они ежегодно? Даже, наверное, не почему происходит, а что можно с этим сделать, ну, учитывая те средства, которые у нас есть? Ну, с этим, вот Екатерина правильно сказала, я тоже слушал ее, как бы, слова, она правильно сказала, что надо модернизировать. И это хороший пример, вот помните, вот улицу Карвамарси же вспоминает, в углубе, получается, ботанического сада. Сколько лет ее топило? Там на протяжении, наверное, я помню, года четыре, наверное, как минимум, там каждый год после залпового дождя, после большой потайки снега, там была огромная-огромная лужа, там даже пруд натуральный был, да, что машины не могли проехать. В прошлом году данное место провели реконструкцию, увеличили диаметр трубы, увеличили больше колодцев по количеству, да, там было два, стало, наверное, четыре, если не больше еще. И в итоге, в этом году мы наблюдаем, что данной лужи уже там нету. И самый правильный способ, это модернизация. Модернизация той ливневой канализации, которая у нас есть на сегодняшний день, в городе Кирове, и создавать новую ливневую канализацию, о чем мы на рабочей группе говорим уже на протяжении, наверное, с 2016 года, вот как существует рабочая группа, мы каждый год говорим администрации, каждый год говорим правительству региона, что, ребята, давайте вкладывать деньги в ливневую канализацию, давайте делать, а иначе все наши дороги, о которых мы так красиво говорим, что мы их делаем и вкладываем миллиарды рублей, они вытекают вместе со снегом, который тает после зимы. По поводу ливневки, да. Вашу старую ливневую канализацию. Да, по поводу, я тут замечание хочу сделать, накануне мы вспоминали одного из предыдущих глав администрации, Хирова, Илью Шульгина, недавно осужденного, в очередной раз. Речь-то, помните, да, Константин, велась о том, что мы масштабную реконструкцию ливневки... Илья Шульгина, историческая часть города. Ну, вот, получается, не стало Шульгина, и все забылось, что ли, в этом отношении? Так забылось-то, и Шульгина не стало, забылось. Осипов про это не вспоминал. Я уж не говорю про других глав администрации, там, Дмитрий Драный, когда был, да, там тоже вопрос периодически поднимался, но вопрос глобальной реконструкции ливневой канализации не стоял. И сейчас мы это тоже не слышим. Сейчас нам говорят, что да, мы будем местами делать реконструкцию. Ну, местами это называют... Вот сейчас, я думаю, что в ближайшее время там на улице Московской возможно будут ремонтировать, где вчера произошел потолку натуральный. Я также вчера наблюдал на улице Кольцова, примерно похожую лозу, на улице Красина. Да во многих местах города Кирова вчера мы наблюдали скопление воды в виде там небольшого прудика. Ну, и правильно Екатерина сказала, улица Блюхера, вчера бедные пешеходы в районе вот как раз мостик на Хлыновке там лично видел, как они практически ходили по проезжей части. А там потому что нет вариантов нигде обойти. невозможно. И эта проблема, она существует, она появилась не вчера. И насколько винить подрядчиков, ну, с одной стороны, если вы уж ребята работаете по контракту, то вы обязаны отказывать услугу в надлежащем состоянии, как бы, чтобы люди не ходили, не падали, не ходили по лужам, не писали дневные посты в социальных сетях. Это должно быть, ну, идеально невозможно, но хотя бы на четверку из пятерки. Но сейчас мы наблюдаем, Константин, а насколько реально вот в таких условиях на четыре из пяти делать? Это не волшебники, ведь они тоже подрядчики. Это реально, это реально делать, когда ты вовремя будешь убирать снег, когда ты вовремя будешь прибирать тротуары, когда ты вовремя будешь вывозить снег, тогда это будет реально. Если мы это делаем, снег, если снегопад идет, а мы вовремя не чистим тротуары, то после данного снегопада получается наледь. Вот посмотрите, не знаю, тут далеко ходить не надо, улица Московская, вот Динамовского проезда, вот центр города, там вчера гололюдица просто-напросто была. Хотя Екатерина уверяет, что Екатерина уверяет, что все тротуары посыпаются галитом, и его не видно. Но вот я здесь с ней не согласен. Как-то так галит не видно. Галит – это соль. Но вы идете по тротуару, вы как минимум обувью будете ощущать, что у вас должна быть. Я думаю, она имела в виду, визуально не видно, то есть как песок, например. Песок ты видишь? Галит – это техническая соль, давайте по-другому сказать. Это техническая соль. Когда она начинает галит вступать в реагент со снегом, ну, с водой, он начинает расщеплять и появляется такая серая, коричневая жижа, проще так сказать. Ну да, искусственное таяние, оно видно его, да. Да, его видно. Если уже галитом посыпано, то, извините, это видно. Если не посыпано, то это не посыпано. Хорошо, Константин, спасибо за комментарий. Я думаю, что у нас скоро будет повод поговорить о состоянии дорожного полотна, да, как оно перезимовало. Это отдельный вопрос. Мы на сегодняшний день наблюдаем, как у нас улица Московская поплыла. Это кошмар. Константин, буквально минуту. Улица Милицейская в ужасном состоянии. Я уже про другие просто не говорю. Да, понимаю, да, вот я и говорю, что скоро мы, видимо, встретимся и будем подробно говорить о том, как дороги перезимевали. Рост жалоб, он налицо в социальных сетях в том числе. При этом те дороги, которых мы упомянули, их в числе тех 45, о которых накануне доложила администрация, которые к ремонту, их не есть. Ну и, видимо, в этом году снова будет перед общественниками в том числе стоять задача большая добиваться гарантийного ремонта, да, потому что дороги-то свежие абсолютно. Чуть, а все уже. Да, Константин, спасибо большое. Спасибо. Завершаем эфир. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Первый час с разворотом мы на этом заканчиваем. Владимир Сметанин, Дарья Топузлива, через 20 минут вернемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова